Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Гайдук, ведущая праздников, и сегодня у меня для вас новая сказочная история, которая называется «История про кролика Вики и Бурундука Ластика». Жили-были дикий кролик Вики и Бурундук Ластик. Дружили они с ранних лет, и все у них было хорошо. Но вот однажды все началось с того, что кролик Вики пришел к Бурундуку в гости. «Привет, Бурундук, — сказал Вики. — Я Бурундук Первый. Заходи, кролик, ты мой подданный, милостиво разрешаю». «Эй, Бурундук, у тебя это что, ум заразом зашел? С каких это ты щей королем себя возомнил?» «Ты же мой друг, это ну с детства». Но Бурундук не унимался. «Я, Бурундук Первый, своей королевской волей прощаю тебе все твои прегрешения, бедный кролик, и позволяю тебе высказать все свои мысли прямо сейчас». «Да какие у меня мысли, Бурундук! Еще вчера ты был совершенно нормальным другом, а сегодня тебе не весь что взбрело в голову, и у тебя началась эта, как ее там, мания величия, что ли?» «Я особо королевской крови продолжал в своем репертуаре, Бурундук, и скажи спасибо за то, что я вежливо общаюсь с тобой». «Спасибо, язвительно заметил кролик, ваше величество, за вашу такую милость. Я лучше пойду домой, чтобы не вызывать гнев вашей этой, как ее там, светлости». И кролик Вики засобирался уходить. Но в этот момент Бурундук зажмурил глаза и сильно чихнул. «Апчхи!» Когда он открыл глаза, то увидел удаляющегося кролика. «Эй, кролик, кролик!» – крикнул Бурундук. «Ты это почему удаляешься? Ты это почему уходишь?» «Ага», – сказал кролик Вики, – «мания величия слетела, и ты вновь решил стать прежним другом?» «Не знаю, о чем ты говоришь, но сегодня со мной приключилось нечто странное. Когда я проветривал комнату, то в нее залетела какая-то странная стрекоза, и она кругами летала, летала, заколдовала меня, что ли. И пока я громко не чихнул, был какой-то, ну, прям сам не свой. И тут Вики вспомнил, что вчера, когда они гуляли с Бурундуком, недалеко от них летала какая-то странная стрекоза с большими крыльями. Вики даже хотел посоветоваться с мамой насчет необычной стрекозы. «Ну, потом, как всегда, забыл. Пойдем, Ластик, пойдем, нам надо выяснить тайну волшебной стрекозы». «Кто в нашем лесу занимается волшебными делами?» – спросил Ластик. «Можно поговорить с лесным гномом», – подумал и сказал Вики. «Волшебная стрекоза – ученица первого класса волшебной школы», – сказал лесной гном. Скоро у нее экзамены по волшебству за первый класс. Вот она и тренируется, оттачивает, как сказать, и как говорится там это, ну, свое мастерство. Ей удалось сделать первое волшебное превращение обычного Бурундука и превратить в Бурундука, понимаете, этой, как она там называется, королевской особы. Но как только ты Бурундук чихнул, волшебство пропало, растворилось. Так что с трекозей есть над чем поработать. На самого вечера кролик Вики и Бурундук Ластик рассуждали о волшебстве. В какой-то момент над ними пролетела волшебная стрекоза и подмигнула им. Вскоре друзья разошлись по домам. Время было уже позднее. Перед сном они думали о том, удастся ли стрекозе выдержать все волшебные экзамены в школе. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну а сейчас садитесь поудобнее, будем смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, пока!